В очередной раз, увидев всю мощь Ливана с Янашвили, сразу задаешься вопросом, а есть ли вообще в этом мире кто-то, кто способен остановить этого грузинского великана? Но тут же, наблюдая за набравшим массу Виталием Лалитиным, начинаешь сомневаться, что Ливан так уж и непобедим. А за морями и океанами в это время Майкл Монстер Тодд вовсю готовится к армфайту с Дэйвом Чеки. И ведь ни тот, ни другой, ни с Ливаном, ни с Виталием не боролись. И вот пойди пойми, кто из этих тяжеловесов сегодня самый-самый. А ведь еще вчера все было просто и понятно. Мы все с вами знали, что нет рукоборца сильнее Дениса Цыпленкова. Но опять же, все это было вчера. А вот сможем ли мы сказать то же самое про Дениса завтра? Вот она, главная тема нашей сегодняшней программы. Немного потренируюсь железом, а потом играем в теннис. Основной, основной теннис. Не так быстро, как хотелось бы, но все-таки железный рейтинг добрался до логова Дениса Цыпленкова. И мы сегодня узнаем и расскажем вам, как у него дела, как он тренируется, и когда собирается, если собирается вернуться на соревнования, вернуться в топ-8. Где без него, согласимся, все-таки немножечко скучно. Помимо топ-8 мы расскажем вам, кто еще попал в объектив железного рейтинга во время нашего пребывания в столице. У меня день начался сегодня с 6 утра. Было съедено порядка 8 тысяч калорий. Также мы вместе поразмышляем. История, кого из этих героев может перекликаться с историей Дениса. Я сделал ошибку, что я бросил вызов Юрия Белкина и начал готовиться, забыв о том, что сколько мне лет. Ну и, конечно же, мы спросим у нашего чемпиона, Денис, а сколько ты можешь поднять в технике Девана Лората? То, что вот в интернете кто-то что-то делал, я пробовал делать. Но повторимся, главная тема выпуска – это актуальная форма Дениса Цыпленкова. Я уверен, что я плюс одну плиточку прибавлю. Это еще спасибо железному рейтингу. Мотивирует. А раз наш разговор пойдет о восстановлении, то бренд спортивного питания «Фитрекс» рекомендует всем любителям железа витаминный комплекс «Мультимен», который стимулирует синтез клеток иммунной системы, улучшает самочувствие и работоспособность. И, между прочим, всегда есть под рукой у нашего героя. Заказать «Мультимен» вы можете по ссылке в описании к этому видео. Ну, а мы возвращаемся к Денису в спортзал. Одно упражнение вот это делаю и арморейсинг, и потом чуть-чуть гантельками работаю. Так, кровь погонять. Я всегда говорил, это мое любимое упражнение в блоке. Вот я как бы его делаю постоянно, пока кисть, ну, пока пальцы не перестану держать. Нормально. Ну, скажу то, что доволен. Скажем так, далеко не упал. Нормально. Плюс, я говорю, сейчас экспандер начал делать. Хват покрепче стал. Прям вот в этом упражнении прям ощущается. Поэтому нормально. Посмотрев эти кадры, многие сразу же отметят, что Денис очень похудел. И будут правы. Во время своего поединка с Лоратом Денис весил 138 килограммов, а сегодня всего 125. Но чемпион уверил нас, что больше не будет набирать большой вес. Денис считает, что может сохранить свои силовые и при меньших габаритах. Да и в нынешних килограммах он чувствует себя вполне комфортно. И плюс мне готовиться никуда не надо, набирать ничего не надо. Я как бы понимаю, что мне там два раза в день покушать, перекусить достаточно для того, чтобы чувствовать себя хорошо. При этом легкость, свобода и восстановление лучше. То есть я как бы это почувствовал по себе. А были бы никаких ощущений нету в локтях, в руках? Слава богу, нету. Все нормально. Я даже не думал. Бывало, когда ты знаешь, когда отдыхаешь от соревнований, а через месяцок начинаешь ломить. То есть этого, слава богу, нету. Все хорошо. Непонятно даже почему, не болит. Ну и слава богу, что не болит. Это, наверное, теннис. Теннис постоянно. После тенниса потом, на следующий день, как этот, скелет. Ну, на следующий день болит. Ну а пока Денис готовится к новому подходу, мы расскажем вам, какие еще интересные истории мы сняли за последнюю неделю. Итак, во-первых, мы посмотрели, как Низамит Агиев, которого вы могли видеть в первой серии нашего проекта про бицепс, готовится стать крутым рукоборцем. Слава, конечно, чудовищная. Единственное, я пока не могу разобрать. Мне кажется, что он более под верховое движение. Я думаю, крюк рано бороться. Во-вторых, к своему удивлению мы поняли, что Олегу Саковичу надоело поднимать на бицепс. И он решил побить рекорд Эдди Холла в жиме гантелей лежа. Пускай. Скотч не выдержал. Ну а в-третьих, железный рейтинг побывал на стадионе Торпедо, где Михаил Кокляев решил начать свою чемпионскую карьеру с чистого листа. Многие, кто сейчас следит за тренировками Михаила, спрашивают, а зачем ему это все надо? А ведь ответ прост. Бокс – это тот спорт, где он сегодня, не стесняясь, может быть новичком. Это та роскошь, которую он не может сам себе позволить сегодня ни в силовом экстриме, ни в пауэрлифтинге. Все равно я в спорте, пускай в другом, пускай на уровне третьего юношеского, но это движение, движение жизни, и это очень сильно повлияло на меня в плане измениться внутри. Груз прошлых больших побед, который давит на атлетов и мешает им принять правильное решение – это очень серьезная тема, и мы ее подробно разберем в одном из ближайших выпусков. Поэтому с Михаилом мы надолго не прощаемся. Пытаешься не казаться, действительно, быть в спорте. Вот это от этого тоже кайфуешь. Сам себя мотивируешь каждым поступом. Вроде пишешь мотивационные вещи для кого-то, но на самом деле мотивируешь в первую очередь себя. Мы уверены, что над этим вопросом задумывался и Денис Цыпленков. Стоит ли ему вновь подниматься на чемпионский Олимп? Или пора уже остановиться? Какое Денис принял решение, мы пока не знаем. Но понимаем одно – прежде всего для самого себя ему нужно вернуть нормальную физическую форму. И поэтому он, несмотря на все ограничения врачей, регулярно работает с железом. То, что касается таких свободных весов после лета. Сейчас пока приходим в норму. Ну, скажем так, за блоком работаю на максималках. В принципе, весом я доволен. Именно рабочим весом я доволен. Но я сейчас только на один раз. И потом прибавляю. Агнезия. Своя. Прячу. Потому что народ здесь голодный. Сейчас я так большие веса до одного раза. Пока вот. Первый был не уверен, поэтому пошел на вторую. Отлично. Ну, и делаем два по два. Какой у тебя был здесь рекорд по 7 раз? Идем на 16. Рекорд. Вот именно в футболе. Блин, по весу не помню, где там какой вес по плиткам. То есть у меня на это движение пик 20-21 плитка. 20-21. Ну, это как бы на пике формы. Да, на пике формы. А сейчас, вот посмотрите. Ну, сейчас я уже 15 делаю. Сейчас 16 сделаю из 100%. А дальше видно будет. Это при том, что, по сути, я никуда не готовлюсь. У меня такой, даже сказать, не межчезонний, а больничный. Это я поговорю про то, что, в принципе, вес далеко не ускакал. Ну, а раз речь сошла о больших весах, то самое время поговорить с Денисом и о рекорде его недавнего соперника, Девана Лората. Рекорде, который мы проверили на прочность в третьей серии проекта «Самый сильный бицепс». Фейк или правда? Сразу скажем, рекорд Лората оказался настолько крут, что его не смог побить никто из наших претендентов. Ну, потому что, я так понимаю, ты спонтанно появился, если бы ребята подготовились. Я думаю, у него бы все получилось. Я думаю, прям вот через месяц все будет нормально. А вот здесь мы с Денисом поспорим. И Артем, и Евгений заранее знали о стоящей перед ними задаче. Просто то движение, которое годами оттачивал Лорат, нельзя отработать за пару недель. И здесь очень важно обратить внимание на то, что это не просто подъем ради лайков на Ютубе. Это четкая проработка рабочих углов, благодаря которым Лоратам было повержено много именитых соперников. Ну, тут больше, да, может быть, чисто технически теперь к движению привыкнуть. Но он, в принципе, как бы рядом, поэтому вот эти там 110-5 килограмм будет не проблема сделать. Сам Деван сказал нам, что сейчас даже он сам не может повторить это движение с таким весом. Но очень хочет вернуть эти чемпионские кондиции. Интересно, а Денис Цыпленков сколько поднимет в этой технике? Я давно фигней этой страдал, то, что вот в интернете кто-то что-то делал, я пробовал делать. У меня какие-то вещи, у меня начинает там локоть болеть. То есть именно вот с одной гантелью, вот именно у нас камня скота, у меня болит локоть потом. И долго восстанавливается, не знаю. Поэтому блок, ну и делал бицепс. Бицепс стоя. Но сегодня пока мне это делать нельзя. К этому интересному вопросу мы, пожалуй, вернемся, когда российский тяжеловес обретет свою богатырскую форму. Ну а сейчас давайте поговорим еще об одном богатыре, которого теперь воспитывает Денис Цыпленков. Назвал его Добрыня. Добрыня. Не потому что здоровый, а потому что добрый. Добрыня. Ну, люблю мультики про богатырей. Думаю, Иван не подойдет, Илья тоже не подойдет. Добрыня. Прикольно. Ну, откармливаю его. Может, он и здоровый еще у меня будет. Хороший кот. Умный кот. В доме должен быть кот. По-любому. И вот после этой порции мимимишности, которая должна добавить на инстаграм-аккаунт Дениса пару тысяч восторженных фанаток, нам пора вернуться в зал. Грубому железу. Левая кисть уже не закручивает, а на правую еще попробую еще одну плитку. Я, в принципе, готов к кармфайту. Проверяем, проверяем с бабкеном, насколько это все серьезно. Дениса обманывает нас Денис или нет? Или это реально тяжело? Сейчас у нас 14 плиток. Мы проверяем достоверность заявленных Денисом лесов. Круто. Мне надо много. Маловато. А можно тебе на слово поверить? Нет. Все. Даже не буду проверять дальше. Если говорить конкретно об этом блочном тренажере, то у Кирилла Сарычева, например, повторить его нашумевшее снятие рекорда Цыпленкова, показанное на канале Армбест ТВ, на этом блоге так и не получилось. Посему железный рейтинг гарантирует, что даже на отдыхе Денис работает с очень хорошими весами. Я делаю, пока он у меня не начнет, знаешь, прям в пальцы. Все, на правую сейчас попробуем. Ну, зараз считается. На пике, если подушечка была, я бы поборол. Нормально. Так что наберем. В том, что Денис Цыпленков пахает и не боится работы, мы знали всегда. Нет сомнений и в том, что без соревнований он пока себя не видит. Расскажи, как сыграли? Сегодня потяжелее было, чем в прошлый раз. По партиям выиграли 5-3. Ну, мы до 5 побед играем всегда. Сегодня опять победа за нами. Ура! Даже в теннисе, ну, приятно. Но вот вопрос. Когда мы увидим, и увидим ли вообще Дениса в турнире ТОП-8? Пока под вопросом. Хотя бы сначала какой-то один поединок хороший бы сделали. Посмотреть, как пройдет подготовка в целом. А потом уже дальше что-то планировать. Как-то я так вижу. Всю эту ситуацию. Но думаю, вот именно по рабочим весам вернуть все реально. Как бы это все. Даже не обсуждается. Я прям чувствую, что рядом с хорошими весами. Скажем так. Ну что же, это отличная новость, Денис. Хотя вопрос, нужно ли ему вновь проходить этот путь, нам кажется, пока остается открытым. Я настроен решительно, по-боевому. Ну, после лета. После лета буду предпринимать какие-то меры. Будем что-то, куда-то готовиться. Ну, а сейчас давайте вернемся к ТОП-8 сегодняшнему. Так вот, Денис уверен, что следующим соперником Виталия Лалитина станет Евгений Прудник. А Евгений сейчас настолько хорош, что может выйти победителем из этого поединка. Так что Виталию пока нужно бояться не Ливана, а именно Прудника. И вот на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Еще раз пожелаем Денису здоровья и удачи. А вам скажем, что в одном из наших ближайших выпусков мы еще раз затронем эту сложную тему. Когда стоит сказать себе стоп. Жена тебя разлюбила, а ты пытаешься сохранить отношения, и это уже превращается в такое неотношение, в такую борьбу. Поэтому, когда силовые виды спорта меня, так скажем, разлюбили, я пытался вернуть эти отношения. Все это превращалось не то, что в рутину, а в такой надрыв, который отражался и на жизни, и на настроении, и на отношениях в семье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова